В новом году в Беларуси важно сохранить естественный прирост населения. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко, посещая РНПЦ «Мать и дитя». В последние годы в нашей стране наблюдаются демографические подъемы. В будущем необходимо сохранить положительную динамику. В Беларуси и традиционно высокие показатели в области охраны материнства и детства. Это направление также не останется без внимания государства, заверил вице-премьер. В новом качестве заместителя премьер-министра Василий Жарко теперь будет курировать социальную сферу. Кроме здравоохранения, зоной его ответственности в правительстве будет образование и спорт. В области образования совершенствовать образовательный процесс. Президент уже в течение последнего времени постоянно говорит, что надо совершенствовать, надо уже садиться и принимать конкретные решения. То же самое много разговоров по тестированию, оно должно сохраняться в каком-то видоизмененном виде. Какие-то части предметов, физика, математика оставить тесты, а где-то нужно и общение с экзаменатором. Необходима профориентация. Она в советские времена и была профориентация. Надо возрождать в эту добрую традицию профориентацию и приглашать всех, у кого есть, должен каждый абитуриент идти туда, куда его сердце велит. В области социальной защиты президент поставил задачу 500 долларов заработная плата. Это непростая работа, но эту задачу надо в следующем году выполнить. И я думаю, что с подходом оптимизации в органах госуправления, в бюджетной сфере, развития в небюджетном секторе, ну, обязаны выполнить и над этим будем работать. Сегодня Василий Жарко присоединился к республиканской акции «Наши дети». Женщины, которые недавно стали мамами, получили из рук вице-премьера новогодние подарки – средства по уходу за новорожденными малышами.